В Балакове появилось новое спортивное направление – стрельба из пневматического оружия. Теперь школьники 10-18 лет смогут не просто учиться обращению с оружием, но и выступать на соревнованиях. Проект направлен на создание в городах расположения АЭС сети клубов по практической стрельбе и реализуется фондом АТРАЭС совместно с концерном «Росэнергоатом». «Росатомный концерн поддерживает все виды спорта, такие массовые, которые востребованы действительно среди работников, среди детей, в городах присутствия. То, что мы пришли сюда – это очередной этап освоения новых спортивных дисциплин. Навыки вот эти, они действительно нужны детям, будущим кадетам, будущим защитникам Родины». Филиал детского стрелково-патриотического клуба «Атома» открылся на базе губернаторского колледжа. В нем будут заниматься школьники и студенты. И организаторы говорят, что это не просто обучение навыкам владения оружием. «Дети в этом виде спорта умеют быть сдержанными, собранными, достигать целей своим благородством. Эти ребята, они будут показывать пример другим, они будут лидерами, за ними будут тянуться. Вот такая идея нашего проекта». Презентация проекта прошла сегодня в форуме, а после все оборудование переедет в здание губернаторского колледжа, где подготовленные инструкторы начнут занятия. «Я офицер запаса, майор, был заместителем командира батальона. Войсковая часть 3644 по охране Глоковской атомной электростанции. Конечно, стрелял с оружием, дело имело». Отделения клуба уже открыты в Десногорске, Курчатове, Нововоронеже и Удомле. В них занимается около 200 ребят. Воспитанники спортивных секций участвуют в соревнованиях, проводят показательные выступления и мастер-классы. «В ноябре месяце в Туле состоится чемпионат. Первенство России уже прошло, но в чемпионате участвуют дети с 16 лет. И там уже у нас до 400 участников. Это очень большое. Мы начинали с 80. Постепенно, постепенно вот такое идет увеличение. Ну и мы уже рады, что с городов присутствия Росэнергоатом, где мы открыли свою группу, дети тоже будут участвовать». И организаторы надеются, что скоро и Балаковские ребята составят им конкуренцию на соревнованиях. Ведь наш город уже сейчас считается одной из самых перспективных площадок. «Мне кажется, Балаково сейчас выше всех городов, в частности, по тому, как здесь активно и многогранно проходит патриотическое воспитание. Особенно вот на базе колледжа губернаторского». Занятия для балаковских школьников и студентов колледжа будут проводиться бесплатно. И интерес, который ребята проявили на презентации, говорит о том, что это направление будет востребовано.